10 часов воскресного утра, а значит в прямом эфире на телеканале ПС, итоговый выпуск 7 дней в регионе. С вами Светлана Дейнека, здравствуйте. Телефон прямой линии в студии 639717. Если захочется обсудить какую-то из тем, звоните. О программе расскажем. Впервые в Архангельске собрание «Баринс Пресс» журналистов северных районов России, Норвегии, Финляндии и Швеции. Они по-разному видят и оценивают происходящее, а находят ли общий язык. День Победы отметим с огоньком. Прямая телевизионная трансляция «Шествие бессмертного полка», солдатская кухня, возложение цветов, концерты, а что в других пунктах праздничной программы 9 мая. Нас снова приглашают занять деньги казне. На каких условиях и как в наши дни организована продажа облигаций государственного займа? И главный вопрос – велик ли риск невозврата? Летние каникулы внесут коррективы в семейные планы. Как не ошибиться с выбором оздоровительного лагеря у моря, чтобы отдых ребенка не превратился в отбывание ссылки? День Победы 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 Наши коллеги из телекомпании Норд ТВ в Новодвинске выезжали на этой неделе по приглашению жителей домов по улице Уборевича. Люди возмущены тем, что управляющая компания замуровала в подвалах бездомных кошек, установила железные решетки на вентиляционные продухи. По большому счету коммунальщики давно обязаны были это сделать. Свободный доступ в подвальные и чердачные помещения в жилых строениях должен быть закрыт, но удивляет бездушность исполнителей. День Победы Эта ситуация расколола общественность на два непримиримых лагеря. Есть в Новодвинске и другие события, которые наоборот объединяют. В аллее поколений открылась выставка под открытым небом, рожденный комбинатом. Она рассказывает об истории города, его людях, достижениях и посвящена грядущему 40-летнему юбилею Новодвинска. Журналисты Северодвинска Наталья Галушина и редактор областной газеты «Правда Севера» Светлана Лойченко – единственные представители Архангельской области, которые стали победителями первого конкурса журналистского мастерства арктических СМИ. Он был приурочен к Международному форуму «Арктика. Территория диалога». Документальный фильм Натальи Галушиной «Арктика. Глазами детей», по итогам проведенного в Северодвинске педагогического эксперимента, признан лучшей журналистской акцией. Светлана Лойченко победила в номинации «Лучшая печатная работа» за очерк «Человек в Арктике. Кто он?». У жителя Котласа в ходе обыска полицейские нашли более 100 орденов и медалей. Мужчину подозревают в торговле наградами. Но тот с обвинением не соглашается, утверждая, что все ордена и медали – его личная коллекция, а она, надо признать, богатая. Есть медали за взятие Кёнигсберга, за освобождение Пальмиры, орден Трудового и Боевого Красного Знамени. Все предметы отправлены на экспертизу для установления их подлинности и исторической ценности. По факту покушения на приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград возбуждено уголовное дело, ведется дознание. Если факт торговли наградами подтвердится, подозреваемому грозит уголовное наказание в виде штрафа, исправительных работ или до трех месяцев лишения свободы. И в продолжении темы несвободы. Там тоже есть жизнь и даже развитие. В Коряжемской колонии номер 5 запустили линию по производству майонеза. В результате работу получили двое подсобных рабочих. Трудятся они под контролем заведующего столовой и утверждают, что весь технологический процесс освоили. Когда готовая эмульсия из модуля переходит с помощью гомогенизатора-диспергатора в резервуар для хранения для дальнейшей дозировки, в этот самый момент майонезы начинают приобретать привычный нам всем белый цвет. Сегодня мощность цеха 170 килограммов готовой продукции за смену. Первая партия 300 килограммов подготовлена для отправки в колонии Архангельска. А вообще в исправительных учреждениях региона наблюдается общая тенденция к развитию своего производства. Стимулом к этому стало и соглашение о сотрудничестве между УФСИН и областным правительством. В рамках данного соглашения продукцию, производимую данной структурой, мы продвигаем на потребительский рынок. Особенно, естественно, речь идет о излишках этой продукции. На этой неделе без крова и имущества осталась семья Тимощук, проживающая в деревне Кукушка Приморского района. Средь бела дня, когда хозяев не было дома, случился пожар. Огонь уничтожил вещи, обстановку, стены, погибли домашние питомцы. По иронии судьбы, договор о страховании дома и имущества Тимощук должны были подписать в тот день, когда случился пожар, но не успели. Отметим, что архангелогородцы, узнавшие о беде погорельцев из наших новостей, горячо откликнулись и стали предлагать помощь. Сейчас, пока в данное время, мы находимся у соседей своих. Они нам выделили местечко, скажем так, свой домик гостевой. Пока у них, в дальнейшем пока планов еще пока не знаем, но будем решать этот вопрос, слава богу, и друзья. Обратимся в администрацию, конечно же, может быть, что-то они нам помогут. Если вы тоже готовы поддержать в беде эту семью, можете направить денежный перевод по реквизитам, которые видите на экране. Жизнь многообразна. У одних горе, у других радость. В Вельском районе, в деревне Горка Муравьевская, на этой неделе устроили праздник в честь открытия дома-музея. Строению больше ста лет, общими усилиями его привели в порядок и воссоздали обстановку русского деревенского быта. Сюда, значит, ткань накручивали и вот таким вот образом катали и, значит, гладили. Активисты намерены проводить в доме музея занятия и мастер-классы с детьми, кружки, встречи по интересам, музыкальные вечера и народные праздники. «На дорогах ямы грязь» «Едешь матерясь и молясь» «Переедешь в новый биток» «Грыша упадет на балкон» Это фрагмент из видеоклипа о Коныша, который записали трое молодых жителей города к 1 апреля. Авторы – заядлые КВНщики, поюморили. За первых два дня клип набрал более 2000 просмотров, сейчас уже более 17 тысяч. Но история получила неожиданное продолжение. Начальство одного из героев ролика, администрация района, юмора не оценило и лишило своего сотрудника премии за нарушение норм служебного поведения. Об этом пишут в группе «Вести Коныша» ВКонтакте. Парень работает заместителем председателя по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Конышского района. Конфликт дошел до прямой линии с губернатором, которую на уходящей неделе провело Поморье. Игорь Орлов не разделил позиции муниципального руководителя, отметив, что подобные действия дискредитируют власть в глазах общественности, и пообещал разобраться. На этой неделе Архангельск впервые принимал ежегодное собрание международной организации «Баренц Пресс Интернешнл». Это большая конференция журналистов с северных районов четырех стран – России, Норвегии, Финляндии и Швеции. Существует «Баренц Пресс» более 20 лет, а так далеко на восток «Баренц Региона» ее участники в представительном составе добрались впервые. Тема встречи – власть и журналистика. Словно для того, чтобы подчеркнуть, в Архангельской области эти взаимоотношения выстроены на уровне сотрудничества, для проведения международного собрания был предоставлен конференц-зал в областном правительстве. А поприветствовать участников вышел лично глава региона Игорь Орлов. Конечно, это дает возможность обсудить международное сотрудничество, профессиональные вопросы. Но конференция – это еще и шанс познакомиться с уникальной природой и культурой Архангельской области, с историей региона и людьми, которые здесь живут. Знаю, что в рамках ваших мероприятий и ваших планов этому будет уделено особое внимание. У Архангельской области нет сопредельных границ со странами Скандинавии, но история добрососедских отношений имеется, подчеркнул Игорь Орлов. И ведется она с июня 1991 года, когда было подписано соглашение между Поморьем и Норвежской губернией Финнмарк. Тогда и была заложена основа для сотрудничества с Баренц-регионом. За 26 лет связи только укрепились. Например, на недавнем международном арктическом форуме архангельский губернатор и министр иностранных дел Норвегии вели переговоры о возобновлении прямого авиа- и морского сообщения между территориями. И все это не случайно. Корни взаимодействия между русскими и норвежскими поморами уходят еще в 18 век. Это был пик торговли. Северная Норвегия могла предложить то России, то русским поморам то, в чем они нуждались. Это рыба. Русские поморы могли предложить норвежцам то, чего не хватало им. Это хлеб. В основном это мука, ржаная мука, которую в Норвегии называли русская мука. И все-таки журналисты снова и снова обращались к главной теме собрания – отношениям с властью. И вопросы в лоб к главе Архангельской области от представителя норвежских СМИ. Как обстоят дела со свободой слова в регионе? Все в рамках закона, парировал Игорь Орлов. Никаких даже, честно говоря, возможностей каким-либо образом ограничивать деятельность средств массовой информации и свободы воли изъявления у нас не существует. Это законодательство. На конференцию собралось 130 журналистов из Норвегии, Швеции, Финляндии, Северных Российских регионов – Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской области, Ненецкого автономного округа. Костяк собравшихся – это те, кто постоянно участвует в проектах и собраниях «Баринс Пресс». Я объездил уже практически весь север Норвегии. То есть это были и семинары, организованные именно «Баринс Пресс» по тюрьмам, по выборной системе. Просто культурные фестивали – это такие, как в Киркенессе проходят ежегодно. Ну и помимо этого есть еще возможность грантовой работы. Были и новички, которые с удовольствием следили за всем происходящим. Я думаю, что это важная программа. Много разных спикеров. Меня интересует все, что они говорят. И проявляли явно дружественный настрой. Так уж заведено в «Баринс Пресс». Какие бы острые вопросы не обсуждались на этих встречах, какие бы диаметрально разные точки зрения на те или иные события не высказывали, русские и европейские журналисты, всегда есть границы политесса. И коллеги с обеих сторон их тщательно оберегают. Ведь главное, что достигнуто в результате более чем 20-летней истории «Баринс Пресс» – это лучшее понимание друг друга странами, говорит Елена Доильницына, организатор конференции в Архангельске. Стало все по-другому. Раньше, если журналист садился писать, например, норвежский, шведский, финский, ну и наши тоже про другую страну, то есть он садился в кабинет, куда никакого выезда, никаких связей, и он писал то, что ему кажется правильным. Ему конкретно одному человеку. А сейчас он позвонит мне, например, позвонит в Мурманскую область, позвонит в Карелию, узнает позицию, или мы на семинарах соберемся, или вот так на собраниях каждый год обсудим. На конференции много раз звучало. Общественное мнение в любой стране формируют журналисты. Взаимодействие с властью СМИ сами являются властью. И очень важно, чтобы они хотели и могли компетентно разбираться в самых сложных вопросах современности. На собрании Баренц Пресс были интересные доклады о нашем крае. Часто упоминались названия маленьких территорий, поселений, деревень, районов. Понятно, что зарубежные журналисты слышали о них впервые. Но я поймала себя на мысли, а многие ли коллеги из Кореи или Мурманской области знают что-то поглубже об Архангельской области? Или, например, мы много ли знаем об их территориях? Навряд ли. Мало того, мы утрачиваем географические знания не только о своих регионах, о своей стране. Давайте посмотрим Блиц-опрос. Он записан специально для этой программы, хотя никого специально искать не пришлось. Какие вы знаете страны постсоветского пространства? Как понять? Страны. Которые входили в состав Советского Союза? Узбекистан, Таджикистан, Прибалтика вся. Ага, может быть, столицы знаете этих стран? Столица? Да. Прибалтика, Рига, потом Таллинн. Например, Украина? Ну, Киев. Азербайджан? Абагу. Можете назвать океаном, омывающий нашу страну? Пойдем мимо. Северно-ледовитый. Северно-ледовитый. Еще? Атлантический. Атлантический. Так, тихий, ледовитый. Атлантика, по-моему, не отмывает. Моря, омывающие нашу страну. Баренцево, Белое, море Лаптевых, Карское. Берингово, Ходское. Балтийское, стоп, Балтийское. Балтийское, значит, еще с юга. Какое? Ну, не черное. Каспийское. Ну, посчитаем, это море, мы черное. Куда впадает Северная Двина? Белое море. Молодец. А Волга? Вот этого я уже не знаю. Волга? Слушайте, не знаю. Северная Двина, Белое море. Знаете ли у вас субъекты, входящие в северо-западный округ? Нет. Санкт-Петербург, Архангельская область, Ленинградская область. Сков, по-моему. Сковская область. Мурманская. Ну, согласитесь, результаты не впечатляют. И это не особенность Архангельска. Так же или примерно так, на элементарные вроде бы вопросы вам ответят в любой точке России. Да что говорить, если, начиная с Москвы, Архангельск упорно путают с Астраханью. А создание проблемы географической безграмотности населения произошло, видимо, на самом высоком уровне. Не случайно на заседании Попечительского совета Русского географического общества Владимир Путин заявил о необходимости вернуть уроки географии во все классы средней и старшей школы. Глава государства считает, что на изучение этой дисциплины в старшем звене должно отводиться не менее двух академических часов в неделю. Сейчас география преподается с пятого по девятый класс, на ЕГЭ его выбирают единицы. Так, в 2016-м всего 17 тысяч школьников по всей стране сдавали экзамен по этому предмету. Причем 13% из них не преодолели даже минимальный порог в 37 баллов. При всем при этом в преподавательской среде отношение к инициативе президента неоднозначное. Почему? Попробуем разобраться вместе с Людмилой Морозовой, директором Высшей школы естественных наук и технологии САФУ. Людмила Владимировна, доброе утро. Доброе. Какова Ваша позиция? Нужно возвращать уроки географии в старшее звено школы и тогда чем будем жертвовать? Ведь, наверное, очевидно, что просто так увеличивать нагрузку на два академических часа на школьников в старшем звене, наверное, все-таки нецелесообразно. Ну, конечно. Сейчас вообще подход к обучению несколько иной. И старшая школа – это профильные классы. И для многих направлений, например, инженерных классов, технических классов, языковых классов, возможно, что введение второго часа географии – это на самом деле будет жертва. Они не получат по тому предмету, который они выбрали. Поэтому вопрос очень спорный. И самое во всей этой ситуации, вот с моей точки зрения, неправильное – это то, что введение дополнительных уроков в школе – это не всегда дает положительный результат. Мы уже ввели третий урок физкультуры, но не значит, что наши дети стали более здоровыми. Это просто максимально простой вариант отчета. То есть мы ввели географию, значит, ее типы должны знать лучше. Но, вы знаете, современные дети, они очень нацелены на практическую применимость знаний. И я внимательно и сегодня с утра пересмотрела интервью президента как раз на Победительском совете РГО. Ведь он говорил, что современный школьник быстрее скажет, где находится Гранд-Каньон, нежели Баргузинский заповедник. И это неудивительно. Вероятность российского школьника попасть что туда, что туда приблизительно одинаковая. Поэтому зачем им знать? Наши дети хотят знать о том, где они могут побывать, где они могут что-то увидеть, о чем они могут узнать, и это потом применять на практике. Поэтому многие знания на самом деле для них не только в географии, но и в других предметных областях неинтересны или не полезны. Они прагматичны. Они очень прагматичны, современные дети. И поверьте, у меня двое своих, одна из них школьница. И мне кажется, опять же, позыв Владимира Владимировича был ведь не просто улучшить уроки географии, а с помощью географии отечества повысить патриотизм населения. Мне кажется, более правильным было бы, например, спонсировать или как-то помогать детскому туризму. Потому что когда ребенок приехал и имеет возможность по более дешевой цене съездить в этот Баргузинский заповедник, посмотреть на него, где ему профессионалы это показали, рассказали, познакомили, у него будет больше впечатлений, он уже никогда не забудет, где это и какова наша Родина. — Я абсолютно согласна с вами. И тем более, в принципе, наверное, география, как, например, и владение иностранными языками, как ориентирование в истории религий, да, можно относить, наверное, к общему уровню развития и образованности человека. Если идти по логике просто, скажем так, тупо вводить, увеличивать уроки географии, тогда надо, наверное, расширять и другие такие предметы, да, вводить, скажем так. — Совершенно верно. География очень комплексная дисциплина. В нее ведь входят разделы и физическая география, где школьникам, ну а впоследствии студентам рассказывают, как формируются воздушные потоки, течения, как это все влияет на климат планеты, на выпадение там осадков и так далее. Это и картография, про которую сейчас вот и вы опрашивали больше, это знание каких-то элементов на карте, на территории, привязки к местности. Это экономическая география, то есть распределение промышленности по тем территориям, где там полезные ископаемые что-то добывают и так далее. То есть это вообще комплексная дисциплина, показывающая вообще уровень общей эрудиции человека. И вы знаете, вот я как раз соотношусь к людям, которые неплохо знают географию, ну в общечеловеческом, конечно, я не географ по образованию, но могу похвастаться, географический диктант в этом году написала на 78 баллов из 100. Для многих это нереально. Вот. Но среди моих друзей, весьма образованных людей, кандидатов и докторов наук, есть люди, когда я им предлагала, пойдемте на географический диктант, они на меня смотрели и говорили, ой-ой-ой, где мы, где география. То есть здесь именно определенный набор знаний, который помогает тебе ориентироваться в окружающем пространстве, ну кому-то это не очень надо. Но еще раз говорю, она междисциплинарная. И вы правильно сказали, если мы говорим о том, что у нас отсутствуют географические знания, введением дополнительных уроков мы их повысим, ну с моей точки зрения нужно очень много тогда будет детям учиться, чтобы их уровень общего развития поднять высоко. А если обратимся к вашим студентам, действительно ли падает уровень знаний географии и мешает ли в принципе это дальнейшему образовательному процессу в высшей школе? В высшей школе знания географии сейчас необходимы для поступления на очень небольшое количество направлений подготовки. Это группа «Наука Земле», куда входит собственно география, экология, гидрометеорология и картография. И геология для поступления.